К другим темам. В Омской области началась посевная кампания, однако приступить к работам получается не у всех агрария. Фермеры жалуются на то, что у них отбирают землю. Так, например, в Калининском сельском поселении в 40 километрах от Омска вооруженные сотрудники частных охранных предприятий не пускают трактора и комбайны на поля. Фермеры обвиняют в захвате одной из крупнейших сельхозпредприятий региона. Светлана Еловнарова разбиралась в ситуации. Земельный участок в 77 гектаров в Калачинском сельском поселении фермер Максим Васин арендовал в прошлом году. Взял и в этом. Говорит, договор заключил на пять лет. Правда, засеять поле ему не удалось. Охрана как стояла, так и стоит на полях. Препятствует, все фиксирует на всякие разные электронные носители. То есть все фиксирует. Фирма «Лузинское зерно» входит в производственный комплекс Омского бекона. Обеспечивает крупнейшее пищевое предприятие региона кормами. Конфликт из-за земли у компании не только с фермером Васиным. Алексей Рощупкин арендовал участок площадью в 254 гектара в том же Калининском поселении. Хотел засеять участок пшеницы. Но на поле неожиданно появились неизвестные мужчины. Они представили сотрудниками частного охранного предприятия и блокировали сельскохозяйственную технику. Но по договору, который чоповцы нам сами и показали. Оказалось, что охранники не имеют права даже заходить на поле. Договор возмездного оказания услуг по охране объекта, заключенный между частным охранным предприятием «Гриф» и «Лузинское зерно». Исполнитель обязан организовать и обеспечить наблюдение за объектами заказчика и обеспечить фиксацию, только фиксацию. У вас есть четкие обязанности исполнителя. Я охраняю поле, чтобы там не производились никаких... Вы отклоняетесь от договора. Но не как автомобиль и иными силами. Вы не имеете права преграждать работу сельхозтехники. Фермеры вызвали полицию. Только после повторного обращения и в присутствии телекамеры они взяли объяснение у участников конфликта. Представители Омского бекона ответили нашей телекомпании, что их действия законны. Поля принадлежат по-прежнему им, а потому и устанавливать охрану они были в праве. Предприятие действует в рамках правового поля, в связи с чем обратилась за защитой своих прав в Омский районный суд. Представители одного из крупнейших в регионе пищевых предприятий спор с фермерами продолжат в суде. Будут оспаривать законность договора аренды. Якобы собственник земли не уведомил их о том, что у участка появился новый арендатор. Если это действительно так, то договор могут признать недействительным. Представитель собственника земли уверяет, что уведомление в Омский бекон он отправлял. Вы уведомление в Омский бекон отправляли или нет о том, что у земли новый арендатор появится? Да, отправление включили. А почему какие-то споры возникли? Потому что вы считаете, что это акциональная корпорация, которая может делать все, что хочет. А в области нет, а в право подобного рода организации. Через что, не знаю, вы отправляли уведомление бекону о том, что новый арендатор все-таки появится у земли? В земле, который действительно такой. Независимые юристы утверждают, что документ имел срок действия, а значит попытки выгнать фермеров земли незаконны. На сегодняшний день занятие земельного участка и нахождение там неведомительной охраны является уже даже административным правонарушением, самовольным занятием земельного участка, что является незаконным. Правоохранители проверят не только законность договора аренды, но и действия сотрудников ЧОПа. А пока фермеры работу на полях не ведут и вправе не платить за них аренду. Правда, это весьма сомнительная компенсация за пропущенную посевную. Убытки исчисляются сотнями тысяч рублей. Причем теряют деньги и фермеры, и омский бекон. Светлана Еловнарова и Антон Щетинин. Омск. Здесь.